Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас будет видео, о котором вы уже просили достаточно давно. Итак, яхтенная аптечка. Что должно быть в яхтенной аптечке? Что реально применяется, что реально не применяется? Исходя из уже достаточно большого опыта, то есть с 2013 года я нахожусь на лодке, ко мне приезжают много друзей, мы прошли уже очень много тысяч миль, и есть реально то, что нужно, а есть все остальное. Давайте сейчас внимательно рассмотрим, что же нужно все-таки реально. Итак, самое частое, что происходит, это травмы. Травмы бывают различные. Ушибы, рассечения, порезы и... Не знаю, там уже этот список можно продолжать достаточно долго. Итак, номер один. Ушибы. С ушибами все просто. Никто не парится по поводу ушибов, потому что некогда этим всем заниматься. То есть если человек может функционировать, даже находясь в состоянии после того, как он ударился, ну, значит он заставляет себя и функционирует. Единственное, чем в этой ситуации можно помочь, можно ускорить кровообращение, то есть есть всякие типа фастум гели, которые увеличивают там дренаж крови, и собственно только это помогает. Растяжение. Очень часто бывает, там что-то тяжелое поднимаешь, типа там мотор на тузик грузишь, там как-то рука пошла под углом, там... Для этих случаев должно быть достаточно большое количество эластичных бинтов. То есть тот же фастум гель вы можете накладывать, но я не знаю, насколько он в этом случае помогает. Наверное, помогает, но это все-таки сухожилие, поэтому, наверное, не очень. Короче, нужно руку закрепить и ограничить движение, поэтому эластичный бинт в этом случае помогает лучше всего. Так, самое сложное в данном вопросе это рассечение. Когда вы, не дай бог, обо что-то бьетесь, и происходит разрез. То есть в данном случае, на мой взгляд, лучше всего помогают, есть такие хирургические пластыри. Когда ты просто стягиваешь кожу, засыпаешь каким-то там антисептиком, стягиваешь кожу и клеишь этим пластырем. Если рассечение там, ну реально большое, несколькими пластырями, оно реально круто работает, естественно, у нас на лодке есть и иголки, и пинцеты стерильные, для того, чтобы можно было раны шить, но мне кажется, это не имеет значения. Я не знаю, у меня не было ни одной такой раны, которую нужно было шить. Даже если это большая рана, собрал, залепил ее этим пластырем кирургическим и все. Если рассечение мелкие, супер классно работает цианокрилат. То есть это супер клей, вы стягиваете кожу, заклеиваете супер клеем и все, и оно реально работает. То есть это такие, ну как, аварийные случаи, когда вам нужно быстро остановить там кровь. То есть все убрали, цианокрилат, все, пошли себе дальше. Идем далее. Из-за того, что вы находитесь в соленом климате, очень часто начинаются нагноения кожи. То есть они не начинаются спонтанно. Но если вы где-то зашли, там деранулись, потом начинаете что-то делать там в соленой воде, соленая вода начинает разъедать кожу, и в этом месте очень часто начинаются нагноения. Есть ранозаживляющие крема, есть такие, типа, присыпки, типа, стриптоцида. Вот я сейчас вам покажу, они будут появляться. Они появляются вот сейчас на экране. То есть засыпал, и наклеиваешь там пластырь, наклеиваешь какой-то там спонж из марли. То есть это все должно быть одноразовое в количестве, то есть перевязочный материал. Вот так, чтобы я сильно пользовался, скажем, бинтами, я не могу сказать, что я им сильно пользовался. Вот реально пластыря много нужно. То есть причем такое, и в рулонах, и одноразовый, и все. То есть если в рулонах, там этот пэтч налепил, его там с двух сторон там крест-накрест обмотал, и все. А так, чтобы я пользовался бинтами пару раз всего, то есть я не думаю, что реально нужно на бинты уделять такое количество внимания. Но я даже не знаю, это что-то должно реально серьезное произойти, чтобы нужно было там обмотать человека всего бинтами. Но тем не менее, у нас их много есть, естественно, на лодке. У меня вообще аптечка такая, наверное, полкубического метра. Иногда бывают воспаления. То есть, допустим, начинает воспаляться зуб. То есть, естественно, должны быть обезболивающие. И обезболивающих должно быть много разного спектра действий. Есть и тополи обезболивающие, есть именно там конкретные против зубной боли. Желательно это все набрать в аптечку, чтобы было разное. Но лучше всего работает, есть такой препарат Немесил или таблетки Немисулин. Это противовоспалительные, которые могут не только снять воспаление, а еще и вылечить. Допустим, если начинает там воспаляться корень зуба, то вы можете брать просто начать пить Немисулин. И через там, условно говоря, неделю, скорее всего, оно вообще может пройти. Или если там что-то там, какой-то сустав или что-то начинает болеть, или там болит спина, ну, здесь вопрос сейчас не стоит вас вылечить. Здесь стоит вопрос дотянуть ваше состояние или плавно ухудшается, но не вот так вот, а более плавно, до того момента, когда доктор может уже оказать профессиональную помощь. Поэтому то, что я вам сейчас рассказываю, это не является... Я не доктор, да, то есть я просто имею опыт, и я имею опыт непосредственно на яхте лечения. Может быть, это будет звучать там немножко смешно с точки зрения врачей, но тем не менее, это позволило мне достаточно длинный промежуток времени функционировать. А вы понимаете, что там с 2013 года уже достаточно много времени прошло, чтобы ничего не болело, не бывает. То есть я там вырывал зуб на полаву, я полгода ходил, и там пока прошел через весь тихий. И тем не менее, мне нужно было его там до какого-то состояния держать. Так вот, вот этим вот немесилом, там, его неделю пьешь, все прошло, там, через месяц опять, ты его опять пьешь, опять все прошло. И вот так вот можно свое состояние дотянуть до доктора, который окажет квалифицированную помощь. Далее, очень часто повреждения кожи, ну, даже, наверное, не часто, но иногда бывают повреждения кожи, которые связаны с герпесом. То есть когда там на губах выскакивает, там, или от простуды вы переохладились, это бывает очень часто, потому что вы, допустим, там где-нибудь посидели на мокром, у вас просел иммунитет, там, ветром продуло, у вас сразу там может выскакивать такая штука. Есть препарат Вальтрекс, который хорошо работает, и он реально не дает вирусу герпеса прописаться в вашем теле. То есть он реально вас вылечит. Все препараты, которые связаны с правильной работой желудка. То есть очень часто вы, находясь там в непонятных местах, можете что-то съесть, у вас может начаться там диарея, нужно что-то для нормализации работы кишечника. То есть есть много препаратов, которые с этим справляются. Также, если вы там что-то переели, желудок встал, какие-то препараты типа Рени, которые запускают работу, то есть этим баловаться, конечно, не нужно, лучше есть правильную пищу, но иногда такое бывает. Далее, уголь активированный или там Сорбекс, или там другие препараты, там, карбон, которые просто впитывают и убирают из вашего организма всякие яды и токсины. Опять же, вы после какой-то пьянки, которых на лодке случается достаточно регулярно, вы пришли домой, там два Сорбекса выпили и пошли себе спать, шутрав встали как огурец. Нормальная тема, работает абсолютно, проверено. Когда вы идете на лодке, очень часто, особенно у неподготовленной команды, случается морская болезнь. По-английски это звучит сисик. Естественно, люди начинают за борт тошнить. Когда человек рвет, он теряет огромное количество влаги. То есть, а дегидрация на лодке, это супер опасно, потому что человек теряет влагу изнутри, человек теряет влагу, находясь на воздухе, потому что соленый ветер, он себя из организма влагу вытягивает. Поэтому желательно, чтобы у вас в аптечке была пачка, большая пачка ригидрона. То есть, этот препарат, который вы смешиваете с водой, и он удерживает воду, я не помню, до 48 часов в вашем теле. То есть, если у вас произошло обезвоживание, вам нужно пополнить воду. То есть, ригидрон нормально работает. Далее, сердечные препараты и препараты, которые стимулируют сердечную мышцу. Здесь вам нужно уже будет подойти в аптеку и выяснить, что нужно. И, естественно, ни о каком там уколах адреналина в сердце речь в данном случае не идет. Потому что это нужно, как минимум, уметь делать. Я, например, не умею. У меня есть и препараты, и иголки вот эти, которые большие шприцы, которые туда колоть. И есть адреналин, и есть все. Но я не знаю, как это делать. То есть, я себе вообще не представляю, если у меня на лодке такое случится. Это же нужно проидентифицировать, что это та проблема, что это вот так работает. То есть, я себе не очень понимаю, как это работает. То есть, у меня аптечка большая, но из нее половина реально я использовать просто физически не в состоянии. Далее, очень важный момент – это вопрос аллергических реакций. То есть, есть аллергии двух типов. Первая, которая просто, она возникает на цветение, на что-то, допустим, какие-то цветы, пыльца, слезы текут, сопли текут. Или как у меня аллергия на котов, я могу, не знаю, натереться котом, и мне потом станет смертельно тяжело. Я могу пить таблетки, типа Эриуса, которые реально снимают симптомы аллергии. Я не знаю препаратов, которые аллергию лечат, но снятие симптомов возможны. То есть, Эриус работает хорошо, есть препараты, которые даже на 48 часов работают. Они не 100% помогают, но немного проблему решают. Ну и, естественно, есть аллергия, которая реально аллергия муэрто. Когда там идет отек, там человек начинает задыхаться, у него начинается там отек горла, он перестает дышать, там, или спазм легкого. Для этих целей есть уколы, просто берется укол, там колется куда угодно, там в ногу, в задницу, там, не знаю, в живот, там, в лоб, там, куда угодно. И у человека в течение, там, нескольких, там, минуты этот спазм проходит. То есть, это достаточно стандартные препараты, которые, если человек подвержен аллергии, его вообще лучше всего возить с собой в машине. То есть, это просто какой-то, там, гормональный препарат, который просто убирает вот это вот все моментально. Но это достаточно жесткая мера, когда уже человеку, там, совсем видно, все идет не так, как он запланировал. То есть, такое бывает очень часто на белок, там, на морепродукты. То есть, есть люди, которые вообще не имеют переносимости белка, который содержится в морепродуктах. И они сразу, там, начинают, там, терять сознание, там, или что-то с ними случается. Тогда вот такие вот уколы, если у человека с собой нету, то на лодке хотя бы одна или два набора должно быть обязательно. Так, теперь давайте вопрос затронем всяких экзотических тропических болезней. Такие, как yellow fever, dengue fever, malaria, потом здесь это, chichungunya или какой-то там, по-моему, так оно и называется. Такое жуткое название. Там, где у человека начинает болеть жутко тело, причем настолько болит все в теле, что некоторые люди даже суициднуться пытаются. У некоторых это получается из-за того, что такая сильная адская боль. Так вот, как это все происходит? Естественно, здесь нужно вмешательство профессиональных докторов. Практически на всех тропических островах, во всех тропических странах есть доктора, которые в состоянии диагностировать там yellow fever, там, или малярию, или прочее. Потому что это очень распространенная болезнь, которая находится вот в этих широтах. Опасность в чем? Если вы с малярией приезжаете в свою среднюю полосу, то там доктора не могут понять, что у вас есть аллергия. Они начинают вас лечить от гриппа, от чего угодно, в этот момент количество паразитов увеличивается, и все, и человек умирает. Это случилось с известным мотоциклистом, который приехал и, собственно, все, и умер. Вот, поэтому лучше, если вы будете понимать, что такая возможность есть, и не вести это с собой в надежде, да, там, типа дома разберусь, я себя плохо чувствую. Лучше пойти именно к местным врачам, которые смогут в состоянии, будут это нормально диагностировать. Касательно прививок. Нужно уточнять, против каких болезней прививки работают. По-моему, yellow fever надо прививать, какие-то сейчас не надо прививать. То есть, каждый год информация меняется. Скажем, если 3 или 4 года назад была информация одна, сейчас уже все могло поменяться совершенно. Если раньше прививались против малярии, то сейчас это просто категорически не делается. Потому что, что такое малярия? Есть переносчик, допустим, чаще всего это обезьяны. Комар кусает обезьяну, потом он прилетает к человеку, он кусает человека, и внутри комара есть маленькие микроорганизмы, которые, собственно, являются вот этим вот вирусом. То есть, это даже не вирус, это паразиты. То есть, это такие микропаразиты, которые живут в крови. И комар является переносчиком. То есть, он укусил комару от этого ничего, но он, когда кусает следующего, то он переносит этих паразитов. Паразиты начинают активно делиться в крови. Их становится больше, 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 и происходит вот такими волнами. То есть, они делятся как единицу времени делятся. Они не делятся спонтанно, они делятся именно одновременно. Они разделились, их стало больше. Они разделились, их стало больше. Поэтому человек себя чувствует плохо такими волнами. То есть стало плохо, опять чуть лучше, опять плохо, опять чуть лучше. Это период, когда делится паразит в крови. И есть такая штука, как шок, когда в какой-то определенный момент этих паразитов уже в крови достаточно такое большое количество, что когда они делятся еще, иммунная система не в состоянии понять, что происходит, и она просто отключает мозг, человек теряет сознание, потом приходит в себя, потом опять теряет сознание. Это связано с циклом деления вот этих вот паразитов, размножения паразитов в крови. И если раньше, скажем, пытались делать прививки, прививки убирают симптомы. То есть человек себя чувствует хорошо, пока у него количество этих паразитов в крови не станет реально фатально много. До этого момента малярия не диагностируется. То есть если у вас есть первые симптомы, вы можете пойти и сразу понять, что у вас малярия. Если у вас симптомов нету, то естественно вы не будете заниматься такими делами. Поэтому, находясь в тропическом регионе, лучше всего пойти в аптеку, особенно вот мы когда были в Кении, мне очень понравилось. Такой блистер, в блистере тестер, такой как на беременность. То есть там отламывается иголка, колется себе в палец ее на тестер и смотришь, там две полосочки беременные, одна полосочка не беременные. Когда маркер показывает, что у вас есть малярия, вы просто из блистера берете три таблетки, выпиваете, может быть там сутки или двое вам не очень хорошо, пока умирают эти паразиты. И потом вы опять здоровый человек, можно повторно сдать вот этот вот маркер, а можно просто прийти в любую поликлинику и просто сдать тест на малярию. Он делается в течение двух минут, ну окей, 10 минут вы подождете и вам скажут, типа да, да, нет, нет. Поэтому такие тропические болезни лучше всего лечить по месту, диагностировать по месту и пользоваться технологиями, которые по месту предлагаются там Министерством здравоохранения. Так, далее. Тяжелый heavy industry. То есть когда у вас реально, блин, уже там фатально надо резать аппендицит, там все дела. У нас есть в аптечке скальпели, обезболы, уколы обезболивающие, там и все, и там антисептики, и хлоргексидин, там, чтобы обмыться с ног до головы. Но давайте будем реалистами. Окей, у меня есть медицинский справочник. То есть я его могу открыть. О, аппендицит. Так, так, делаем разрез здесь такой. Так, внимание, что делаем? Естественно, это никому не поможет. Уже, скорее всего, пациент двинет ласты. Но шансов с медицинским справочником и наборов инструментов все равно больше, чем если этого нет. Поэтому я решил для себя взять набор инструментов плюс медицинский справочник и таким вопросом теории закрыть какие-то случаи, которые, ну, могут появиться когда-нибудь. Я искренне надеюсь, что у меня такого не будет. И, слава богу, у меня такого никогда не было. Но я не хочу, чтобы у меня это было. Но, тем не менее, у меня есть возможность техническая. Во всяком случае, пригласить, если там есть на лодках, там, где-то в каком-то регионе доктор. У меня хотя бы будет то, чем можно помочь человеку, если даже будет специалист. Если это понятно где-нибудь там на выселах, то придется, не знаю, открывать медицинский справочник. Но вряд ли я сильно чем-то помогу. Надо быть реалистами и понимать свои возможности. Ну вот, вкратце я вам рассказал, собственно, как медицина устроена на лодке. Нажимайте подписку, проверяем колокольчик, потому что колокольчик показывает на новые видео на нашем канале. И чтобы их не пропустить, этот момент учитывайте. Лайк, подписка, комментарий, все, что нужно для развития канала. И до встречи в следующем выпуске. Пока!